С каждым годом на дорогах страны происходит все больше аварий с участием пешеходов. И если водитель в таких ДТП может и не пострадать, то у пешехода шансов не получить травм крайне мало. Особенно страшно становится выпускать из дома детей, путь которых в школу в большинстве случаев проходит через проезжую часть. На прошлой неделе состоялось неочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Главный вопрос, стоявший на повестке дня – оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с национальными стандартами. В ГОСТы по безопасности дорожного движения внесены изменения. Теперь разметка пешеходного перехода должна быть нанесена на желтом фоне, а дорожные знаки пешеходный переход изображены на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета. Накануне 1 сентября был проведен контрольный рейд в городе Видное. По осмотру учебных учреждений, так сказать, по пути следования школьников, чтобы еще раз удостовериться в том, что все наши школы готовы безопасно встречать детей пешеходов. Такую работу мы на протяжении года проводим. И более того, к 1 сентября, естественно, разметка у нас вся уже нанесена. Но, как мы и говорили ранее, что мы будем еще устанавливать дополнительно светофоры Т7. Это светящиеся консоли с пешеходным переходом для привлечения дополнительного внимания автовладельцев. Сейчас у нас завершаются работы по отбору подрядной организации, которая будет осуществлять эти работы. Светофоры Т7 желтого цвета ориентировочно в октябре будут установлены в районе Березовой улицы, где достаточно большой поток пешеходов, в том числе школьников. Также такие консоли появятся у детской поликлиники и социально-экономического института. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова